В Нижневартовске открылся шестой фестиваль спектаклей малых форм «Северные встречи». Кстати, это единственный театральный форум международного уровня в Югре. К нам в гости приехали театры из Франции, Индии и Таджикистана. Свои работы привезли театралы Санкт-Петербурга, Ярославля, Набережных Челнов и Мытищ. Второй раз фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО. Столь высокий статус много позволяет, но и ко многому обязывает. Впрочем, в Нижневартовске умеют не просто проводить фестивали, но и удивлять зрителей. Первые впечатления о нынешнем биеннале в репортаже Алексея Шабанова. На холодном севере наше все Пушкин обрел французский шарм. Маленькую трагедию Моцарт и Сальери в Нижневартовск привез давний друг театра Боб Бантанель. Готовя программу фестиваля, организаторы справедливо решили, что в год Пушкина без его живого слова не обойтись. Я очень люблю Пушкина, мне нравится его поэзия. Над этой пьесой я работаю уже больше 20 лет. Рад, что мою идею поддержали организаторы фестиваля. Я с большим удовольствием сыграю Моцарта и Сальери в Нижневартовске. А это дойра – таджикский национальный инструмент. Мелодии Востока долетели до Нижневартовска из Канибадама. Музыкально-драматический театр этого города играет спектакль «Корейш Камба» – чтец Корана и желудок. Парадоксальное название – карнавальное содержание. Авторы спектакля говорят, что история очень старая. Но они рассказали ее по-новому, поучительно. Человек скупой, который расставщик, дает деньги, проценты. Он сам живет в беднике, накапливает всю свою жизнь. Она ей подходит к сегодняшнему дню, как люди накапливают, накапливают, не живут своим жизнью. В итоге она уходит невидимо куда в эти деньги. Вообще на северных встречах все схватывают на лету. Вот этот столик явно навеян восточными мотивами. Фестиваль недаром считают одним из самых уютных и гостеприимных в России. Здесь заботятся об участниках и зрителях. Вот такую огромную и удобную кровать поставили для них прямо в фойе. Можно прилечь и отдохнуть, устав от богатства театральных впечатлений. А можно примерить на себя образ Мэрилин Монро. Здесь есть для этого все – белый парик, белое платье и даже вентиляционная решетка. Нынешний фестиваль – режиссерский дебют недавней выпускницы РГИСи в ртовчанке Анны Наумовой. В программе – ее чеховская диалогия. Спектакли по рассказам ведьмы и супруга, поставленные этюдным методом. Это новый театр, которого особенно в провинции пока немного. Есть такое сейчас направление, которое называется «физикл театр». То есть это театр, который не отказывается от слова, но который очень много берет из пластических театральных форм. И вот как мне кажется, Анна Наумова не просто как бы вот, ну, иллюстрирует текст, да, а она как бы взрывает его изнутри, вскрывает его. За четыре дня зрители увидят 11 спектаклей на двух сценических площадках. На этот раз в программе встретились спектакль одного из старейших в России Ярославского театра имени Волкова и композиции из Индии. Блистательный Пушкин и блестящая Клавья Шульженко, номинанты «Золотой маски» и начинающие актеры, которые еще не снискали лавров. Всех собрал Нижневарковск. Маленький город, у которого есть свой прекрасный театр. Он с отличной труппой. И, ну, значит, город театральный. Значит, зритель умеет ходить в театр, понимает и любит. И для них это огромный подарок и праздник. И для критика это всегда праздник. Потому что, ну, мы тоже просто зрители на самом деле. Ожидание новых впечатлений и открытий – это то, зачем в театр идут ценители. Для профессионалов фестиваля – это еще и ожидание новых проектов. Конечно, все ждут интересных встреч. Северных, но очень теплых. Алексей Шабанов, Рамиль Хайрулин, Евгений Лоскутников. Специально для программы «Больше чем новости» из Нижневарковска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова